МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переговоры российских военных обнародовало руководство Службы безопасности Украины. Их задокументировали в момент атаки на украинские корабли. Экипажи российского самолета Су-30 и вертолета Ка-52 координируют действия с пунктами управления. До цели 24 километра. Разрешите первым работу. 22-509, работа окончила, ухожу по остатку. На северную точку, далее на точку выхода. 22-509, вас понял. Продолжаем на северную точку. Подскажите, работу выполнили? Работу выполнил двумя практически. На военном сленге «работа» означает «огонь по цели». По словам замглавы СБУ, украинских моряков пытались убить из разного типа оружия. Украинские корабли стали мишенью. Украинские корабли стали мишенью. Российские военные нагло отработали навыки применения разных видов вооружения. Подскажите, расход карандашей у вас? У 47-го не было, у 49-го два. Это идет речь о неуправляемых ракетах, как со стороны экипажа самолета Су-30, так и со стороны экипажа вертолета Ка-52. В СБУ имеют доказательства о применении четырех ракет российскими летчиками. На воде украинцев таранили судно ФСБ и обстреливали из корабельных пушек. Целились в рубку, чтобы убить членов экипажа. Далее штурм спецназа и пытки моряков на берегу. Подозрение объявлено восьми причастным россиянам. Украинские власти потребуют от других государств ограничить движение российским судам. Я, как командующий военно-морскими силами Украины, надеюсь, что мировое сообщество признает, что Россия совершила агрессию против Украины. В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно 19-м пунктом, будем просить власти Турецкой Республики закрыть пролив Босфор, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права. Пока что сама Россия незаконно блокирует Керченский пролив для судоходства. Делает это избирательно только для украинских судов. Пропуск совершается только тех судов, которые идут в российские азовские порты. На украинские стоит запрет. Некоторые судна ожидают уже не одни сутки. Естественно, это плохо влияет на бизнес-климат. Россия преследует единственную цель – продолжить ползучую оккупацию Украины. Сейчас 35 кораблей ожидают пропуска через пролив. 18 из них заблокированы со стороны Черного моря, 17 – Азовского. Они в портах Мариуполя и Бердянска. Игорь Меделян, Игорь Харкадым, Дмитрий Гришко, Максим Градобык, ЮЭТВ.